Привет, мои любимые слушатели! Сегодня тема нашего расклада будет такой вопрос. Наказание за сплетни. Посмотрим, что там у нас, кто там у нас, кто занимается сплетнями, распространением сплетней, разговоров непонятных, никому не нужных. Кто мутит к лицу воду? Пять человек. Можете выбрать не одного, можете выбрать два, три, можете вообще все пять посмотреть. Потому что, буду давать характеристику, среди них однозначно вы узнаете своих персонажей, может быть, лжедрузей, то есть людей, которые распространяют сплетни. Так, думайте, смотрите, выбирайте. Так, у меня еще это. Свечечка у меня тут такая красненькая. Так, ну вот. Надеюсь, вы определились. Так, человек номер один. Кто распространяет сплетни? Буду сейчас давать описание. Смотрите, это может быть и мужчина, и женщина. Посмотрю, какую характеристику дадут карты. Так, кто распространяет сплетни? Описание человека. И сразу выпадает карта, что действительно человек сплетник. Ой, какой сплетник. Показывают мужчину. Мужчина холодный, расчетливый. Читает себя умным, резкий. Сначала говорит, делает, а потом уже думает. То есть торопыгат такой. Крутятся слова на языке, надо обязательно и сказать. Может, даже не задумывается вообще, о чем говорит. Может, это такой, знаете, типаж женщины. Женщина, как мужик, баба, да, баба гром. Как говорится, коня на скаку остановит. То есть такой характер, может, подобный, может быть. Потому что здесь, во-первых, вот сам по себе человек торопыгает, да, сначала говорит, потом думает. И вторая карта говорит о том, что сплетник жуткий, жуткий сплетник. Болтология. Внутри столько энергии внутренней, что надо ее куда-то девать. Вместо того, чтобы делать что-то, человек болтает. То есть у него вот этот язык подвешен, надо выговориться. Надо найти людей, которые, знаете, присесть на уши и болтать, болтать, болтать. Язык у нас разговорный жанр. Что хочу сказать. Он своими действиями, этот человек, выпускает джинны из бутылки. Он сам виноват в том, что вокруг него конфликты. Своим поганым длинным языком. А потом прилетают бумеранги, не нравится, отказывается разговаривать, губы надувает, не хочу, не буду. И типа обиженка, обиделся. А все из-за того, что язык поганый, дрянной. Сам своим языком разрушает какие-то отношения. Причем остановить процесс невозможно. Как говорится, слово не воробей. Как он к вам относится? Считает вас глупым. Карта глупца. Что вы слишком много слушаете. Не надо слушать про меня. Я такого не говорил. Или я такого не говорил. Это слишком многим людям веришь, доверяешь. То есть читают, что вы, если бы не слушали разговоров, ничего бы не знали, не было бы скандалов с вашей стороны претензий. Типа я такого не мог сказать. Это Кваса, Петя, кто-то еще, но только не я. Считают вас человеком жадный, который не особо любит давать в долг, занимать или что-то отдавать. Считают, что с вами надо обязательно встречаться, разговаривать лично. Но опасается, потому что считают, что все время как будто вы до друга не слышите, непонимание идет. И не знают, что делать. Но ощущение, что вы человек, который четко понимает, что происходит. Знает четко, где черное, а где белое. Что вас не обманешь. Что вы человек, который действует правильно. И тут не поспоришь с вами. То есть у вас аргументы бывают такие, что железобетонные. Вы сказали, и тут с вами не поспоришь. Споришь бесполезно. Потому что вы человек, как он считает, с одной стороны глупый, потому что слушаете кого-то. А с другой стороны вы, так сказать, четкий, резкий. И аргументы такого порядка, что сложно с вами спорить. Что ты говоришь? Что за разговоры ты там распространяешь? Ой, вот знаете, всякую ерунду. Все, что, может быть, увидел, услышал, не до конца понял. Что-то, кто-то ему сказал. Или через кого-то, да, была информация неточная полученная. Ее переворачивает эту информацию. И применяет. То есть все, все, что напридумывано, то, что вспомнил или кто-то сказал, применяет эту информацию. Для чего, непонятно. Чтобы что, чтобы что делать, а? Хорошо. Вот за свои сплетни, за свой поганый длинный язык, чем ты заплатишь? Через мужчину будет, выпадет расплата через мужчину. Вот этот ваш сплетник, человек-сплетник, здесь идет речь о том, что он как будто меры не знает. Он не понимает уже, где он прав, где не прав, что можно, что нельзя, меры нет. И ощущение, что он где-то переборщит с каким-то мужчиной. Это может быть и близкий родственник, это может быть и близкий друг. И как будто бы он его обманет, этого друга, этого мужчину, ваш сплетник. Хотя будет все выстроено, что мы с тобой вместе. Мы с тобой много чего получим. Тут с самого начала ваш вот этот сплетник, или сплетница, ведет нечестную игру. Как будто бы захочет что-то с этого мужика получить. И поэтому пойдет на вранье на обман. Завуалирует, что нам обоим это выгодно. И вроде как все будет получаться, но какую-то деталь упускает. Бумеранг прилетает, в общем, через этого дяденьку, через этого мужчинку. Этот человек не простит. Он когда поймет, что его обманули, он, во-первых, будет в ужасе. Как это так? Я тебе доверял? У тебя что, вообще ничего святого нет? Ты с кем вообще собака связался или связалась? И все, и разрушит эти отношения. Причем, сделает это резко, больно. И не будет, знаете, стесняться ни в выражениях, ни в предметах, грубо говоря. Бумеранг прилетает через мужика близкого. Вашему сплетнику. То есть, ваш сплетник будет болеть. У него будет шанс все отрегулировать, если он, ваш сплетник, правильно поступит, мудро поступит. Будет шанс реабилитироваться, доказать, допустим, поровну поделиться или правильно все сделать. Будет такой шанс. Но он не захочет. Он не захочет, ваш сплетник, потому что он будет чувствовать, что его как будто бы используют. Это он жертва, это ему должны. Он, видите, как, раз он поганый своим языком, так он так же и с близкими поступает. Он, может, про какого-то человека что-то скажет. Тут вообще такой будет скандал, скандалище. Непроверенная информация. Все из-за непроверенной информации будет. Скандал будет жуткий. И не просто, знаете, поругались и разошлись. Нет, здесь будет касаться многих сфер. Тут может и он и работу потерять, и друзей потерять, и с близкими связь. То есть, тут скандал, который мужчина просто так не оставит. Вот, ваш сплетник как будто будет висеть в жертвах и будет реально понимать, да, что, что же я натворил. Но все равно до конца будет верить, что он все сделал правильно. Такое, знаете, непорядочный поступок, который все разрушит. Еще мужчина мне больше идет, как, знаете, это может быть муж, отец, брат, то есть, близкий человек. Который просто так это не воспримет, что это ерунда. Для него это будет непросто. Это никакая не ерунда. Для него это будет просто ужас. Потому что как-то посмел, как-то смог или смогла меня обмануть. И те, кто. Вам совет. Опять, подождите. Так интересно, карты, конечно, гадают, карты друг друга дополняют. Они говорят, да, были какие-то сплетни, которые доставили вам много неприятностей. Очень много неприятностей, которые доставили, как сказать, поволноваться, быть начеку. Состояние тревоги постоянно, это тревожность. И вот это состояние, оно уходит. Оно уйдет. Как будто, знаете, вы реабилитируетесь. Потому что вот эта карта говорит о том, что вы как будто добьетесь каких-то своих успехов. Карта, когда вы на коне, и вы реабилитировались, и все-таки доказали, да, что вы не такой, как про вас говорили. Она больше говорит о том, что вы как будто будете реабилитированы, и все будут понимать, да, что это были сплетни. Что вы не такой, и этого не было, и все по-другому. То есть как будто вы воспарите над этими обстоятельствами. Все из-за сплетней, да, какие-то у вас были минуты отчаяния. Но это уходит. Это уходит, и вы как будто реабилитируетесь. Все будет хорошо. Карта выпадает вашему вот этому сплетнику, карта терпения. У него будут обстоятельства, когда он не сможет их поменять. Там будет жуткая война с близким человеком, она не кончается скандалом. Там будет бить по всем сферам, он как будто этот мужик будет настолько злой. Он там вообще разнесет все, это будет длиться долго. Война значит война. И вот этот ваш сплетник будет это все терпеть очень долгое время. Там война у него, то есть рассчитается через мужика. Так, сплетники у нас сегодня. Сплетник, какое наказание за твои сплетни? Сначала посмотрим, кто этот человек. Кто распространяет сплетни? Человеку вы верите. Человека вы знаете. Выпадает мужчина. Человек может быть, либо, если женщина смотрит, значит ваш, может быть, бывший. У кого-то, может быть, это начальник. У кого-то близкий друг, человек какой-то, знаете, значимый, непререкаемый авторитет у вас. Вы ему верите. Этот человек на самом деле очень много запоминает, любит копаться в прошлом, любит все, что связанное, допустим, старые песни, старые фильмы. Но вот что-то возвращается все время в прошлое, любит копаться. И он никогда ничего не забывает, никогда. Вот он, допустим, 15 лет назад дал кому-то 100 рублей взаймы и не вернули эти 100 рублей. Так он до сих пор будет это помнить. Как это так? Я тогда дал 100 рублей взаймы, мне до сих пор не отдали. То есть такой человек хорошо все запоминает, хорошо все помнит. Вы его верите. Этот человек может быть одиночка. Он может быть, знаете, как не в стае, ну как это сказать, ну не в коллективе, то есть он сам, так сказать, сам себе на уме. Он держится как-то от людей подальше, не доверяет людям, не всем верит. Вообще человек никогда особо не выстраивает. Он наоборот, больше разрушает. Он может людей унизить, он может оскорбить, разрушить отношения, как сказать, щелчком пальцев. То есть ему это ничего не стоит и он даже об этом не парится. Мне даже кажется, что он, знаете, любит унизить. Ему это нравится, какое-то, знаете, такое удовольствие приносит. Вообще он считает себя умным. Он считает, что его никогда никто не вычислит. Все его гаденькие, подлинные поступки никто никогда не узнает. Почему? Потому что он считается опасным врагом. Он в это свято верит, что меня никто не вычислит. Я с тобой улыбаюсь, я с тобой разговариваю, ты мне веришь, а я тобой манипулирую. Делаешь то, что я говорю. Хорошо, как он к вам относится? Он вас не чувствует, он вас не понимает, он вас не знает. То есть вы для него человек, которого он не может до конца понять. Хотя пытается, думает, размышляет. Как относится? Что с вами надо, ушки на макушке. Что вы можете вступить в конфликт, можете с ним не постесняться выяснять отношения. Можете, с одной стороны, хлопнуть дверью, не общаться. Потом раз, вроде время прошло, опять вроде миритесь, опять вроде разговариваете, опять идем к какой-то общей цели. То есть всякое бывает, и ссоритесь, и миритесь, дверями хлопаем, не общаемся. То есть относятся к вам, что он вас просто не до конца понимает, он не чувствует. Поэтому не знает подхода. Хорошо, что ты говоришь? Что за разговоры? Что-то столько людей, 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 люди, люди. Как будто бы он всем. Тут в основном... Тут не то, что, знаете, какие-то... Как это сказать? Вот он говорит это людям, которые как будто бы не совсем зрелые. Могу понять. То есть это как не подростки, а как будто люди, знаете, не совсем зрелого... Не совсем зрело сознание, что как это сказать. Которым можно говорить это. Это как ученики, студенты, знаете, вот людям, которые... Не страшно же какую-то информацию сказать, посмеяться, вроде ха-ха-ха, и вроде как пошутил, а вроде все рассказал. Вот ощущение, что здесь какие-то не совсем зрелые люди, плюс еще женщинам какую-то информацию сливают. И он эту ситуацию слил, рассказал, поржали вроде все, но почему-то все равно в разговоре потом недоволен. Как будто бы вот я сказал, а удовольствия не получил, как будто бы, ну... И хочется еще рассказать, и еще как будто не находят удовлетворения в этой информации. Чувствуют себя какой-то жертвой. Может быть потому, что бессилен что-то повлиять, изменить как-то. Но ощущение, что он рассказывает каким-то людям, которые не совсем зрелые, и как будто бы это делается, знаете, вроде как случайно. С другой стороны посмеялись, с третьей стороны вроде яд слил, и как-то все равно гаденько, на душе стремненько. Хорошо, какой бумеранг. Будет момент, когда вот этот ваш сплетник должен был сделать выбор. Либо в какую-то ситуацию просто тупо не вмешиваться, либо если вмешиваться будет, то с кем-то слияние, да, именно с кем-то в паре, то есть не одному, а именно с кем-то вступить в какое-то партнерство, чтобы что-то сделать. То, что будет шанс что-то получить. И вот этот шанс, он думает, как использовать, либо в стороне и не лезть туда, либо я полезу, но тогда я возьму кого-то с собой. Как-то так, то есть не в одиночках. Но шанс будет не совсем порядочный, хороший. Это как будто шанс что-то кому-то сделать плохо. Или обмануть. Или заставить. Какой-то шанс чего-то непорядочного, какой-то неблаговидный поступок. И этот ваш сплетник все-таки примет решение, что надо этим шансом воспользоваться. Ну как же не воспользоваться? Надо же гадость-то какую-то сделать, чтобы полегчало. И все. И это будет неожиданно. Это будет конец веры. То есть у этого человека больше верить никто не будет. Он потеряет веру. В него веру потеряют. Потеря веры. Потому что все равно обман раскроется. Вы знаете, как будто бы столько народу зацепило следом. Какой-то его поступок подлый, который он не упустит. Который заставит людей, как будто на него по-другому посмотреть. Разрушается вера в него. Полностью люди будут пересматривать к нему свое отношение. Здесь пострадает авторитет. Здесь пострадает он сам. Прежде всего он сам пострадает. Он куда-то полезет. Он куда-то полезет. Захочет как будто бы что-то сделать. Но это будет раскрыто. Это подлость какая-то. И он пострадает. Как будто репутация у него. У самого репутация сильно будет подмучена. И карта еще такая выпадает. Потеря веры. Человеку перестанут верить. Так, хорошо. Посмотрим совет вам. Да. Если вы разочаровались в чем-то. И на проверку оно оказалось не тем, что вы хотели. Потерпите немножко. Всего свое время. Все будет. Надо сменить курс. Надо чем-то интересоваться другим. То, что вам нравится. То, что вы любите. Интересоваться. Узнавать что-то новое. Может быть подучиться. И состояние вот этого вот терпения. Вы перейдете в состояние изобилия. Карта изобилия. Это может быть все, что угодно. Изобилие. Это и денежное изобилие может быть. И все, что вы хотите, будет исполняться и случаться. То есть здесь они говорят, не тупите. Если что-то не получилось, не надо терпеть. Надо двигаться дальше. Заниматься тем, что вы любите. Узнавать побольше информации. Тогда получите какое-то удовольствие. Изобилие. Они говорят, терпеть не надо. Иначе так будете долго сидеть. А вот этот сплетник, который много болтает. Он заплатит тем, что в него перестанут верить. Благодаря его какому-то неблаговидному, некрасивому поступку. Карта мудрости. Третий вариант. Сплетник. Какое наказание за сплетник? Мудрость. Карта мудрости. Посмотрим. Кто этот человек, который сплетничает? Кто этот человек? Женщина, мужчина. Сейчас посмотрим. Но здесь идет то, что здесь женщина. Женщина, может быть, симпатичная, интересная. Это Кася. Миленькая. Может быть, нравится противоположному полу. А вообще она сама по себе не сильная. Это человек, как будто, знаете, слабый. Почему? Потому что она всегда действует с кем-то. В одиночках у нее не получается. Она сидит, размышляет и даже, может быть, не может решиться на что-то. А вот если в паре с кем-то, то у меня как-то уже воодушевилась такая вся. И действует с кем-то. Не любит быть в одиночестве. И надо, чтобы рядом был кто-то. Человек какой-то. Подружка, может быть. Подружки. Друзья какие-то. Если она что-то узнает, да, в адрес ее. Вот эта баба, которая сплетнется. Если что-то в ее адрес она узнает, она быстренько идет выяснять отношения. То есть она не будет сидеть, ждать, молчать. Если она услышала, что кто-то там в ее адрес что-то пытается, бежит выяснять отношения. И не всегда она права. Не всегда. Как она к вам относится? Считает, что вы человек семейный, спокойный, стабильный. Вы всегда стабильны. Вы всегда предсказуемы. Из любой ситуации вы найдете выход. Вы всегда найдете выход, даже если там выхода нет. Вы либо будете выход искать, либо думать, что делать. Что делать. То есть проблему вы всегда решаете. И у вас прям четкое и ясное представление о том, что происходит. Как будто мыслите вы четко и ясно. И вот это вот в вас ей нравится. Она так не умеет. У нее в голове каша. Она как, знаете, как подросток. Человек незрелый. И не особо-то и умный. Я поняла, почему тут и карты выпало. Я скажу. Стала смотреть и вот так вот и покасательнее увидела, почему. Ой, Господи. Какая она глупая. Вот какая она дура. Я скажу, почему. Хотя карта мудрости выпадает. Так. Наказание какое... А нет, что она говорит, да? Вот что она говорит. Она может ваши заслуги принимать за свои. То, что вы делаете, у вас получается ваши заслуги переворачивать за свои. Что это она сделала. Если бы не она, у вас бы никогда бы ничего не получилось. Она перетягивает одеяло и говорит, что это благодаря ей. Вы многое имеете, многое получаете. Если бы не ее классные советы, у вас бы ничего не получилось. То есть вы ее слушаете, оказывается. То есть она переворачивает все так, что оказывается, если бы не она, у вас бы вообще ничего не получалось. Типа вы зеленый и вообще немного не умеете. Вы вообще еще ученик, вам еще учиться. Она как будто вообще все знает. Она очень много типа всего знает. Она рассказывает такую информацию, как будто вас ниже, да, как это, на планку ниже ставит, а сама возвышается на вас, на вашем фоне. То есть она говорит то, что вы, все ваши успехи благодаря ей, вашим четким советам. А вы типа еще ученик, вам учиться и учиться. Хорошо, как глубины рамки из-за ее сплитной. Через мужика выпадает, через мужчину будет. Причем это любовник или какой-то друг через него. Она придет к нему за защитой, будет просить какую-то помощь. Распишет все, пишет, естественно, это все придумывает того, чего нет. И будет ждать результат. Ну, естественно, ей поверят, как мужчины все равно должны женщин защищать. Как-то вроде вера пойдет, вроде бы да, 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 помогу, помогу. Мы, детка, все с тобой решим. Итог, какой итог. Мужчина тоже такой, из того же теста, что и она. Он как будто ее использовать будет, что-то в своих каких-то делах, вещах. То есть не просто так он ей будет помогать, не просто так. Он что-то за это будет просить. И в каких-то своих авантюрах она у него будет участвовать. Она уже, когда об этом поймет, уже будет поздно. Как будто ей будут использовать в каких-то своих теневых, в тех вещах, связанных с деньгами. Она что-то, деньги, недвижимость. Он как бы, он ее выручит в чем-то, но использовать будет втихую. Она даже понимать не будет. А потом, когда она поймет, уже как будто поезд ушел. Она рассчитается за свои сплетни, какой-то своей частью репутации тоже. Сама разрушит. Причем это сделает она неожиданно, сама поймет неожиданно, что же я натворила. Она будет участвовать в каких-то, может быть, знаете, вето подписи подделать, может быть, какие-то документы, может быть, людей подталкивать на что-то, вводить людей в заблуждение. Потому что она сама по себе миленькая, хорошенькая. И люди, мужчины, особенно падки на такой типаж женщин. И они будут вестись на какие-то ее разговоры. Она будет что-то делать, предлагать, они будут под ее дудочку это, плясать, а потом она увидит, что ее обманули, что в чем она участвует. Ну, поезд, как говорится, уйдет. Подстава жесткая вообще для нее. Я не понимаю, почему, что это такое, что это может быть. Это может быть, знаете, вообще никакого отношения к вам этот мужчина не имеет. Это может быть, где-то, когда-то, в будущем, не касательно вас, то есть она когда-то залезет в какое-то дело, и этот мужик вроде как поможет ей сделать протекцию, да, спасти, выручить. Но за услуги, своей помощи ее в чем-то начнет использовать. Вот такого порядка. Это может быть не сейчас, может, когда-то, в будущем. Так. Вам совет в этом случае. У вас, кстати, по судьбе что-то хорошее, вы к чему-то хорошему идете. Вам не хватает мотивации, допустим, да. Может быть, сменить мотивацию, может быть, на что-то другое обратить внимание. Они говорят, ослабьте хватку, если что-то сильно вцепились, и оно не получается. Здесь фактор кармический. У вас по судьбе как будто движение к изобилию идет. Что-то будет вас очень-очень радовать. Может быть, для этого нужно сменить цель, мотивацию. Вот эта карта, вернемся к ней. Она мне говорила о том, что мудрость. Но, когда я начала на девушку на эту смотреть, никакой там мудрости нет. Потом я подумала, стала смотреть и увидела то, что карта эта говорит о том, что девочка вот эта, она умеет, у нее есть такой талант, как, знаете, она может гипнотизировать, или она умеет какую-то магическую штуку. Потому что эта карта еще и говорит о магических, оккультных вещах, которыми человек может уметь пользоваться. В ней какой-то дар есть, она может что-то делать. И она может, знаете, в свою очередь притягивать таких людей. Вот она этого мужика попросит о помощи, типа, помоги. Он поможет, но и он сам, возможно, начнет ее гипнотизировать. Как-то вот они так прям сойдутся. И она сама попадет под его волю, под его гипноз, обаяние, и будет делать то, что он ей будет говорить. Но это либо будет, ну, не скоро, либо, ну, вы, может быть, об этом даже и не узнаете. Было бы здорово, если это знали. Вот она расплату через мужика какую-то получит. Наивная какая-то. Вот она какая-то наивная, какая-то незрелая. Потому что здесь тысяча ходов, когда можно все поменять. Но она не хочет. Она какая-то, ну, как дети инфантильные. Так. Сплетник, да? Сплетник наш. Наказание за свои сплетни. Сначала посмотрим, кто этот человек. Не показывают мне мужчина или женщина. Здесь показывают, что человек не совсем адекватный. Здесь человек, который любит чужие какие-то разговоры, сплетни, слушать разговоры из-за других людей. Сам слушает чужие разговоры, а потом он их транслирует как свои. То есть этот человек, сплетник, он сам слушает чужие какие-то сплетни или какие-то новости. Может их приукрашивать, выдавать за свои. И для чем он это делает? Смотреть на реакцию людей. Чтобы им восхищались, чтобы с ним советовались. Он хочет быть в центре внимания. Но как будто вы как жертва в итоге. Это не так. Цель не достигнута. Мы все время недоволен собой. Недоволен тем, как его люди оценивают, как они к нему относятся. Я для вас стараюсь, я для вас делаю. Вы меня не понимаете, не оцениваете. Но это его выбор. Он принял такую позицию. Вот знаете, он получает какую-то информацию, и он ее воспринимает как-то искаженно. Не так, как она на самом деле, эта информация звучит. Он ее как будто бы переворачивает. Но он сам страдает от того, что он сплетник. Он собой поделать ничего не может. По сути, карты говорят, что этот человек, сплетник, дурак. Дурак. Потому что здесь он и дурак, и сплетник, и жертва в итоге. Хорошо, как он к вам относится, человек? Это может быть и женщина. Это может быть и мужчина. Буду говорить человек. Как он к вам относится? Как-то вы его цепляете. Вот чем-то вы человека цепляете. Он от вас, так сказать, не может отвернуться и забыть про вас. Вот вы его чем-то цепляете. Вы для него, знаете, вот как он, как-то даже зависимости какой-то от вас. Как будто бы тайно восхищается. Или пытается как-то чем-то на вас быть похожим. То есть что-то у вас такое есть, что его цепляет. В зависимости. Как будто чувствует, что необъяснимая такая связь. Вообще это, знаете, пытается оправдать свою к вам вот эту вот странную тягу. Думает, что вы как враг. Тут же воспринимает как враг. Неоднозначное какое-то мнение. Но здесь они четко говорят, что он давно переступил черту. И что-то, какую-то подлость к вам уже была. Была подлость сделана в прошлом. Была сделана подлость. И это было как закрыта дверь. Все. Поставила жирную точку на отношениях. И вы как будто не общаетесь, разошлись. И это его мучает. Он как будто чувствует, что... Вот все из-за этой тяги к вам. Вот все из-за этого. Не может осознать, да, что все закончилось. Поэтому вот эти сплетни, все эти разговоры. Вы ему не даете как будто покоя. Все разговоры, вот это, чтобы, знаете, легче стало. Отомстить. Нет возможности вернуться, наладить какие-то отношения. Поставлена жирная точка за какого-то непорядочного поступка. А чтобы себя реабилитировать и стало она легче на душе, надо вас грязью поливать. Хорошо. Ой. Какое наказание ты получишь. Свяжется с какими-то людьми. Тут, знаете, не один человек. Несколько людей, какая-то... Ну, их много этих людей. Это, может быть, на работе, да, сотрудники там всякие. Может быть, это друзья, тусовка какая-то, где много людей. Тут и мужчины, и женщины. Он нарушит ваш враг. Не враг, а кто он там, сплетник. Он нарушит какой-то закон. По отношению с этими людьми. Он как будто перейдет им дорогу, нарушая закон. И сделает это намеренно, резко и неожиданно. Неожиданно, для чего какую-то свою цель преследовать будет. Думать, считать, что я все делаю правильно. Нарушая закон против этих людей. Не считать, что он делает все правильно. Но, когда придет конфликт и выяснение отношений, он задумается. Он не будет понимать, что произошло. Люди придут к нему. Причем это будет жестко. Будет скандалище. Все разрушится. Они ему поставят точку. И это будет как крах в его, может быть, карьере. В его делах. Вот в этого дурака, сплетника. И непонимание, что же делать. Куда идти. Что вообще. Я нарушил, не нарушил. Я вроде сделал все правильно. Подбежит в семью. Где его любят. Чтобы его там пожалели. Вот в эту нору. Спрятаться с головой. В эти подушки зарыться. Потому что здесь он переходит дорогу против каких-то людей. По закону. Но они не дураки. Они всем вот этим составом. Они ему устроят темную, грубо говоря. Но он все равно будет продолжать сплетни распускать. Ничему эта ситуация не научит. Таким человеком он и будет. Только он огрубеет. Он станет говорить уже не так, как, знаете, сорока на каждом углу. А он будет говорить какие-то моменты подходящие. Кому надо шепнуть. То есть уже он будет более осторожен, аккуратнее. Но по сути, вот был сплетником. Сплетником и останется. Просто будет уже, знаете, более в тени. И гадить, как говорится, тихонечко. Чтобы не так это заметно было. В далеком будущем у него будет суд. Из-за каких-то его неблаговидных поступков попадет в какую-то судебную тяжбу. Причем на него подадут. Мужчина подаст. Суд на него. И, знаете, может быть из-за распространения какой-то лжеинформации. Когда человек что-то говорит. Сейчас же есть такая статья, да. Где человек распускает какие-то сплетни. Что-то еще вот суд подадут. Будет защищаться, конечно же, искать, кто бы спас, кто бы выручивал. Адвокаты, юристы. Как будто бы слово не воробей. Доказать это можно. Суд будет за то, что... То есть он не успокоится, да. Он будет распространять сплетни. Но наказание будет такое, что с людьми сначала поссорится. Люди им устроят темную. Но это не поставит точку. Не научит. Станет как-то это делать по-другому. Но и в итоге заплатит через суд за свой длинный язык. Как-то судебный порядок. И он этот суд проиграет. Потому что информацию какую-то будет неправдоподобную распространять. Чтобы желание исполнилось, вам надо попросить какую-то помощь. Может быть, кто-то вам поможет. Подумайте, кто бы вам мог помочь. Желание исполнится, но в свое время. Не надо отчаиваться. Карты говорят, всему свое время. Желание исполниться. Если нужна помощь, попросите, помогут. Здесь карта времени. Здесь не зависит все от вас, а именно по времени здесь все. Карта говорит о том, что здесь человек совершает глупые поступки. Здесь идет речь о том, что он считает себя умным, но по сути, по факту он не умный человек. Наоборот, да. Так. Не умение находить компромисс. Не умение найти выход. Не умение договориться. Не умение разобраться в ситуации. Потому что глупый человек. Глупый. И еще и с поганым языком. Так. Чек номер пять. Посмотрим. Посмотрим. Наказание за сплетни. Кто сплетничает? Кто этот человек? Так. Буду говорить человек. Он. Может быть и женщина, может быть и мужчина. Этот человек всегда перед выбором. Либо защищаться, выходить, искать выход. Либо нападать. Либо нападать, либо защищаться. В состоянии нестабильности. Сам виноват в своих несчастьях. Сам виноват в том, что с ним происходит. Потому что у него всегда есть выбор. Либо лезть куда-то, либо не лезть. Либо устраивать скандал. Либо спокойно как-то выяснить. Бывает, что этот ваш человек действует не в одиночку. Бывает, кого-то просит. Или с кем-то. То есть, но не в одиночках. Он не может быть в одиночках. Он себе не настолько доверяет. Не понимает, как принять решение. Поэтому у него всегда либо друзья, либо близкие. Кто-то всегда рядом. Опирается на мнение других людей. И когда вот люди скажут, что делать. Вот тогда он и действует. Как он к вам относится. Считает вас серым кардиналом. Человек, который опасный враг. Способный на многое. И вот это многое может вашему сплетнику навредить. Он вас побаивается. Считает, что вы опасны. Считает, что это вы распространяете какие-то разговоры. Это вы наговариваете. Это вы его выставляете в дураках. Что из-за вас у него подмоченная репутация. И люди про него плохо думают. То есть, он вот так вот переворачивает все. И как будто он вынужден от вас защищаться. А рядом еще свидетели. Ну скажи, скажи. Ты же видел, ты же видела. То есть, считает, что он от вас сильно страдает. На самом деле, неправильно видит ситуацию. Какая-то женщина это может подтвердить. Вот этот сплетник, человек, он считает, что вы опасны. И это вы можете распространить какую-то неправдоподобную информацию, из-за которой ваш сплетник выглядит дураком. И поэтому он сидит в кризисе, не понимает, что делать. Поэтому вынужден защищаться какими-то своими уже сплетнями. Бумеранг. Какой бумеранг? Через женщину будет бумеранг. Ой, тут слышите, тут что-то все полезло. Куча людей полезли. Не только женщина, но и мужчины. Все через закон. Здесь по закону будет. Ваш сплетник ответит за свой сплетник по закону. И здесь куча народу. Тут и юристы, и адвокаты, и свидетели. И репутация будет очень сильно подмолчена. Очень. Никакие деньги не спасут. Даже если через суд он деньги какие-то хочет вытащить. Ощущение, что он вообще все теряет. Потому что карта и краха, и башня здесь пошла. И ваш этот сплетник совершенно не готов к этой войне. Абсолютно не готов. И почему-то будет думать, что само собой все как-то решится. Документы собирать. Надеяться на каких-то друзей. Видно людей. Как будто его кто-то будет вытаскивать. Что-то, знаете, из-за каких-то сплетен, из-за каких-то информаций. Ваш вот этот сплетник попадает в судебные какие-то тяжбы. И бумеранг летит именно через суды. Здесь сказано, что суд одной инстанции не пройдет. Он будет проигран, да. Но он пойдет апелляцией. Дальше пойдет. То есть первая инстанция будет проиграна вашим сплетникам. Но он не успокоится. Он будет новых людей подключать. Опять какую-то информацию собирать. Опять двигаться вперед. С надеждой на победу. Будет защищаться до последнего. Но, они говорят, все равно проигрывает. Все равно. И даже это его не успокаивает. Он будет превращаться, знаете, сам во врага. Для всех. Вот эта карта на дне колоды, она говорит о том, что он сам причина всех своих проблем. Он сам колбасится. Сам делает какие-то поступки. А отвечать за них он не может. Он перекладывает на других людей. На кого-то. Что он будет грубить, как сказать, покрываться панцирем. Не будет таким открытым. Будет защищаться, закрываться и уходить в одиночество. То есть вокруг него вот эта свита будет уходить. Людям не нужны проблемные друзья и проблемы, которые этот дружбан придумывает. У всех своих полно проблем. В одиночество будет уходить. Но тут бумеранг через суд. Так. Вам совет. Послушайте какие-то интересные новости. Какие-то разговоры за этого товарища. Что-то интересное будет. Можете действовать. Учитывайте опыт. Учитывайте опыт негативный. Он вам пригодится в будущем. Какой-то негативный опыт в вашей жизни был не зря. Из этого опыта вы достигнете какого-то изобилия. То есть здесь вот так можно карты поставить. Вот так. Какой-то был негативный у вас опыт. Но послушайте какие-то новости, какие-то сообщения, что-то очень важное. И можете действовать. Придете к изобилию. Вот так. То есть эта карта, она говорит о том, что опыт предыдущий негативный, он не всегда просто так. Что-то для чего-то дается. В жизни никогда ничего не бывает просто так. Всегда есть в чем-то смысл. Вот эта карта говорит. Был период у вашего сплетника, когда все спорилось. Когда все было хорошо и на мази. И он был в струе, когда все складывалось. Все было хорошо. Но в какой-то момент колесо фортуны переворачивается и мы все теряем. Потери, 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 потери. Причем они как бы рушатся и одна за другой. И невозможно это все остановить. Просто переворачивается колесо фортуны и все. Неудача пойдет. Необычные какие-то потери. Что-то, знаете, связанное такое нестандартное. Потери какие-то нестандартные. Очень интересно. Но он уйдет в одиночество. Так. Вот такие у нас были пять человек сплетников. Каждый ответит по заслугам. Мы тоже на них учимся. Мы тоже смотрим на них. И мы тоже не распространяем непроверенную информацию. И мы тоже не будем говорить. Что-то плохое, то, что мы не знаем. Непроверенная информация. Придуманная информация. Поэтому лучше будем учиться на чужих ошибках. Как поступать нельзя. Видите, бумеранги все равно долетают. Все равно по башке стукают. У кого-то со звездочками. У кого-то со слезами. Но в любом случае за все надо платить. Поэтому здесь речь идет о том, что мы будем учиться на этих ошибках. Ошибках вот этих людей. И мы такими, как они, не будем. Мы будем светлыми, мы будем хорошими. Да. В конечном итоге не копите на земле, копите на небесах. От себя я вам желаю, как обычно, мира и добра. Берегите себя. Продолжение следует. Продолжение следует.